Заголовок. Один день из жизни рядового священника. Так как же проходит обычный день у обычного священника? Попробуем его составить, распорядок дня с комментариями. Прежде всего, следует отметить, что у священнослужителей ненормативный рабочий день. Подъем 6-7, завтрак отсутствует, священник служит литургией строго натощак. Перед службой, после 24 часов, ни есть, ни пить, категорически нельзя, даже лекарства. В начало службы в 7.00 или 8.00 священник появляется в храме задолго до официального начала службы. Литургия длится 2-3 часа, сразу после нее начинаются храмовые требы, венчание, молебны, отпевание, панихиды, крестины. Окончание службы в 13 или 14 часов. А теперь обратите внимание, что священник на ногах без еды и питья к этому времени уже 7 часов. Обед примерно в 14 часов. Многие упрекают священника, мол, очень часто батюшки толстые или с брюшками. Наверное, едят много. Жизнь у них такая изобильная и праздная, вот и толстеют. Попытаемся ответить на вопрос, откуда берутся брюшки. Во-первых, как вы думаете, после 6-7 часового служебного дня без еды и питья на ногах при колоссальной эмоциональной психической нагрузке, какой будет аппетит? О каком здоровом питании в такой ситуации может идти речь? А после обеда у священника выдается час-другой свободного времени, который он, как правило, стремится потребить на сон, так как просто валится с ног от усталости. Хотя бывает, что этого времени вовсе нет. Поэтому, если человек склонен к полноте, то в этих благоприятных условиях вес начинает превышать положенные нормы. Во-вторых, батюшки – это профессиональное заболевание. Скажите, много ли оперных певцов без животиков? Наверное, нет. Так вот, живот – это от голосовых нагрузок, которые ничуть не меньше, чем у профессиональных певцов. Это связано с физиологическими изменениями в организме, когда во время пения повышается внутреннее давление в легких и брюшной полости, а батюшки, не обладающие сильным голосом, как правило, и брюшка не имеют. Вот. Такого я еще не слышал. 17 часов – вечерняя служба. Ее может и не быть. Тогда батюшка сразу после обеда и до вечера отправляется на требы. Это причащение и соборование больных на дому или в больнице, освящение квартиры. Это могут быть и похороны с поездкой на кладбище. Многие священники вечером преподают на различных богословских курсах. Многие посещают дома престарелых, колонии, безнадежных больных и так далее. И тому подобное. Делают священников всегда много. Если есть вечерняя служба, она заканчивается самое раннее в 19 часов, а может и в 20, в 21. А далее – исповедь и личные беседы с прихожанами. В 21 или 22 часа – окончание рабочего дня. После 22 часов – ужин. На этом, пожалуй, остановимся. Заголовок. Профессиональные заболевания. Варикозное расширение вен от постоянных нагрузок на ноги. Сердечно-сосудистые заболевания. Гипертония от эмоциональных нагрузок. Ожирение, о чем говорилось выше. Желудочные заболевания от неправильного питания и постоянных стрессов. Заголовок. Смерть и погребение. Мы уже очень много говорили о жизни священников. Правда, об итовых ее сторонах, об их вкусах и традициях. Думаю, пора перейти к теме, которой в мирском бытии люди все нравятся походить стороной. Это смерть или по-христиански переход в вечную жизнь. Самое главное, без чего христианство не существует – это без веры в воскресение и жизнь вечную. Поэтому служение священника и жизнь мирянина – это подготовка к вечности. Да и в своем служении священник со смертью сталкивается гораздо чаще, чем все остальные. Ведь по долгу службы ему приходится напутствовать умирающих, отпевать, утешать родственников. И это, пожалуй, посложнее, чем работа врача, который тоже часто сталкивается со смертью. Врач зачастую привыкает к смерти, абстрагируется и относится к ней, как к неотъемлемой части работы. И утешать родственников он совсем не обязан. Погребение священников по чину отличается от погребения мирян. Федор Михайлович Достоевский в «Братьях Карамазовых» очень подробно описывал погребение старца Зосимы, цитируя при этом церковно «Большой требник». Но старец Зосима был произведением великого писателя иеросхимонахом. А погребение монашествующих отличается от погребения мирских священников. Поэтому я думаю, что стоит пойти по стопам Федора Михайловича и еще раз процитировать «Большой требник», дабы читатель почувствовал язык и красоту богослужебной книги. «Егда кто от мирских священников отыдет, Господу приходят три священницы» Священника, примечания Юлии Сесоревой. «И снимлет его садра и полагает на земли на рогозинеца. И понеже не подобает измовену быти, то есть не омывает, обнажену от священников, оттирает его сиелеем чистым. Также одевает его обычными его одеждами, потом же во всю священническую одежду и покрывает лице его воздухом. Воздух окончания на последний слог, такой плат, применяемый в богослужении. «И полагает святой Евангелие над ним. Также приходят священницы, облачены во священнические одежды». А далее начинается последование погребения. Лицо почившего священника не открывают. Открытыми в огробе остаются только кисти рук, которым прикладывается прощающийся. Над новоприставленным, так в православии называют недавно умершего, читает Евангелие, а не псалтирь, как над мирскими. Чин погребения мирян от чина погребения священников отличается настолько, что одновременное погребение с мирянами становится невозможным. Хочу рассказать о двух родных братьях, священнике и епископе, несколько лет назад внезапно ушедших из жизни. Наверное, очень сильно любили друг друга. И об их матери, которая похоронила двух сыновей в один год. Если ехать на машине по Волоколамскому шоссе из центра, то почти у самого МКАДа, среди серых и пыльных автосервисов, шиномонтажей, гаражей до ангаров, среди унылой промзоны и постоянно грохочущей железной дороги, стоит великолепный храм красного кирпича, украшенный изысканными цветными мозаиками. Сбросив скорость и присмотревшись возле самой алтарной апсиды, можно увидеть массивный крест черного камня. Под крестом этим покоится прах первого после эпохи разорения настоятеля, который почти 10 лет восстанавливал этот храм из разрухи и запустения. Семья, о которой пойдет речь, настолько известна в московских церковных кругах, что было бы нелепо рассказывать о них с измененными именами, да и сами они никогда не скрывали от людей своей жизни. Наталья Николаевна, мать почивших, сама уже написала несколько книг о своей жизни и о детях. Семья эта так многочисленна, что ее можно по праву назвать не просто семьей, а уже целым кланом и образцом патриархальных священнических семей. В далекие послевоенные годы девушка из московской профессорской семьи, семья была глубоко верующей, полюбила юношу, сына простого деревенского дьякона, репрессированного в годы гонений. Девушку звали Наталья Пестова, а юношу Владимир Соколов. Они поженились, и девушка, ставшая Натальей Николаевной Соколовой, оставив институт и горячо любимых родителей, переехала к мужу в подмосковное село Гребнево, в маленький деревенский дом, где кроме них жили свекровь и семья брата и мужа. В этом селе она провела 20 лет, родив мужа пятерых детей и претерпев немало скорбей и трудностей. Со временем муж ее стал известным московским настоятелем и всю жизнь до самой кончины прослужил в храме Адриана и Натальи в Бабушкине. Дети, их три сына и две дочери, все пошли по церковной линии. Два сына стали священниками. Один избрал монашество и впоследствии удостоился даже епископской чести. Обе дочери стали регентами в храме, одна из них женой священника. Все, кроме сына монаха, обзавелись многодетными семьями. Младший сын, отец Федор, был самым многодетным из всего клана Соколовых. Супруга подарила ему девятерых детей за 18 лет совместной жизни. Познакомилась он с будущей своей матушкой в женатой семинарской кухне. Жена его родом из Белоруссии, из бедной крестьянской многодетной семьи. С раннего детства привыкла она к труду. Абсолютно тихое, смиренное и безропотное создание. Она обладала веселым нравом и легким характером. Почти четверть века назад она оставила свою семью и уехала работать в семинарию в поисках духовного служения и личного счастья, где и обрела горячую любимого супруга, которого называла Федечкой, и перед которым всю жизнь преклонялась, безропотно неся тяготы священнической жизни и материнской доли. За два месяца до трагической гибели у отца Федора и матушки родился девятый ребенок. Трудно представить, что пришлось пережить в вдове отца Федора, так внезапно оставшийся одной из девятью детьми. Отец Федор погиб 21 февраля, в день своих именин, по дороге в Плес, разбившись на машине вместе с водителем. Узнав о трагедии из Новосибирска, сразу же прилетел его брат, владыка Сергий, тогда бывший епископом Новосибирским и Бердским. Владыке пришлось облачать останки брата в священнические одежды и полагать их во гроб. Говорят, родным он брата так и не показал, сказав, что страшно смотреть, а матери показал лишь одну щеку сына. Братья Федор и Сергий были очень любили друг друга, а силе их связи между собой значит и знают только самые близкие люди и Господь Бог. Кончину брата владыка Сергий пережить не смог, после похорон он так и не пришел в себя от горя, постепенно терял силы и угасал. Скончался владыка Сергий через восемь месяцев после похорон возлюбленного брата, которого и в детстве носил на руках и останки которого собственноручно укладывал во гроб. Для жены отца Федора смерть горячо любимого мужа не прошла бесследно, она тоже словно начала таять, подверглась тяжелому нервному расстройству. Хотя ее старшие дочери уже замужем и подрили своей неутешной маме внуков, все равно, видя эту семью, понимая, что печать горя с них так и не сошла. И даже маленькая Аня, которая знает отца только по фотографиям и рассказам родных, смотрит не по-детски серьезно. Наверное, это и есть возлюбить даже до смерти, не знаю. Эта семья – пример редкой в наше время великой любви между родными. Сейчас эта любовь так редко встречается, что невольно удивляешься подобным жизненным примером. У меня брат и две сестры, но разве могу я сказать, что они меня любят так сильно? И я не могу сказать, что так их люблю. Мне рассказывали про одну матушку, которая, похоронив мужа и поскорбив немного, вскоре поняла, что жизнь вдовы намного легче, проще и свободнее. Принадлежишь опять только себе, когда замужество. И не надо больше ждать вечно запаздывающего супруга, принимать гостей, рожать детей и прочее, прочее. Заголовок. Со стороны, под прицелом. Священническим семьям приходится жить под пристальным вниманием всех окружающих, и это тяжело, подчас мучительно. Это жизнь публичных людей. На киноартистов и других известных людей постоянно оборачиваются, их разглядывают, о них перешептываются и показывают на них пальцем. То же самое происходит и со священниками. Если батюшка с матушкой приходят в магазин, то их не только без стеснения разглядывают, но и заглядывают в корзину с продуктами. Мол, чем же попы питаются? Надо же, кефирчик. Ой, и курочка. А это что? Это же бутылка пива. Так-то огрешим, святой отец. Примерно так выглядит это навязчивое любопытство. Однажды в четверг вечера мы заехали в супермаркет. Дома ничего у кыжины не было. Вот и заехали. Взяли какой-то мясной полуфабрикат, чтобы быстро пожарить. Время достаточно позднее, возиться у плиты не было ни сил, ни времени. Мой муж, как всегда, был увлечен беседой с одним своим знакомым и вокруг себя, как обычно, ничего не замечал. Беседа затянулась, и мы застряли возле местных полок. Но я заметил, как некая пожилая женщина с упорством истребителя давно кружит вокруг нас, назойливо заглядывая в нашу тележку. Наконец, подойдя к нам почти вплотную, женщина громко и обличительно прошипела. А в пятницу-то мясо есть нельзя. Я уже была готова к отражению налета и нанесла ответный удар. А мы в пятницу его есть не собираемся. Мадам отлетела на почтительное расстояние и, сделав завершающий круг, растворилась среди стеллажей. Любимой темой, так сказать, информационным поводом в любом местном скамеечном ретро-клубе является жизнь священнической семьи. Соседи всегда с удовольствием обсудят, во что одета матушка, как одеты обытые дети, сколько у них велосипедов, роликов и прочих детских радостей. Кто приходит и на каких машинах приезжают, и что из машин выносят, и так далее, и тому подобное. Мань, а попадя-то опять беременная? Да что ты, а папа-то вчера на машине баба привезла. Да собственной глазами видела. Как не может быть? Все может быть. Это не только с виду все такие. Вон дочка ихняя пошла, туфлики-то новые. Да и плач другой. Скажите, что это у всех так обсуждают на скамейках. Не всех священники лакомый кусок, можно сказать, бренд любого двора. Мы живем в обычной московской девятиэтажке. Первые годы к нам было очень настороженное отношение, нас постоянно обсуждали. Когда у меня появилась десятка, ее называли иномаркой. Когда я пошла работать, и у наших детей появилась няня, то ее каждый день буквально атаковали все наши дворовые кумушки, расспрашивая, сколько мы ей платим, и как живем, на чем спим и что едим. Когда я делал ремонт, ко мне приставали, что я буду стелить, линолеум или паркет. Когда ко мне приезжал отец на большом черном джипе, все замирали, разину в рты, а потом начинали возбужденно шушукаться и так далее и тому подобное. И только крайне общительный и приветливый нрав моего мужа, который даже с пьяными мужиками умеет разговаривать, как с лучшими друзьями, через несколько лет глобально изменил к нам отношения и растопил лед недоверия. Люди наконец поняли, что мы не с другой планеты и стали относиться просто как с соседем. Но еще раз убеждаешься, что священникам достаются все прелести в публичной жизни. В незамеченном в подъезд не войдешь. Заголовок. Артемитки или Ресофилки. Мы затронули тему внешней публичности священнослужителей и их семей. Но есть внутренняя публичность, можно сказать, внутриприходская, о которой в церковных кругах не очень-то принято говорить, но от которой священники страдают гораздо больше, чем от внешних проявлений интереса к их персонам. Это женщины, почитательницы и воздыхательницы, неустанно преследующие своего кумира-батюшку. Один наш знакомый назвал этих дам артемитками по имени известного московско-протеерея, который особенно от них страдает за свою необыкновенную душевность и мягкость. В церковной среде их еще называют ресофилками. Не думайте, что священникам такое почитание доставляет удовольствие. Надо быть окончательно тщеславным втипом, чтобы испытывать упоение от подобного. Священник Михаил Ардов, не из московской патриархии, выразился по поводу этого явления очень точно. Он сказал, что если чурбан обрядить в рясу и клобук, то у него моментально появится почитательница. Артемитки – это особо экзальтированно исторического склада, как правило, очень одинокие или разведенные женщины с ярко выраженным сексуально-религиозным психозом. Православная одинокая женщина не может завести себе бойфренда. Такие отношения называются блудом, а духовных сил справиться с элементарной физиологией не хватает или просто нет желания обуздывать свои страсти. Вот и проявляет в себя необласканная женская природа таким внешне благочестивым образом. Именно благочестивым, а никак не сексуальными домогательствами, как некоторые могут подумать. Скорее всего, за подобные высказывания православные закидают меня гнилыми помидорами, так как об этих явлениях в нашей среде не принято говорить вслух. Православный вообще очень часто внешне позиционирует себя так, как будто секса в религиозной среде вовсе не существует, но просто как в Советском Союзе. Итак, тот самый протеерей, именем которого мы назвали сей явление, обладающий, кстати, превосходным чувством юмора, одно время преподавал в семинаре риторику. И вот как он советовал будущим пастырам избавляться от женской назойливости. Подходит к вам барышня и говорит, «Батюшка, я вас всю ночь за вас Богу молилась». «Всю ночь». А вы ей отвечаете, «То-то мне всю ночь кошмары снились». Или еще приходит очередная барышня и спрашивает, «Батюшка, как вам мои пирожки?» «Специально для вас пекла». А вы ей отвечаете, «Ой, матушка, всю ночь вам нимку с белым другом». Откуда появляются артемитки? Я думаю, что происходит это так. Живет себе некая светская барышня, носит джинсы, мини-юбки, работает как все, переживает бурные или велотекущие романы, да и просто общается с друзьями, мужчинами. И вот происходит нечто, и она становится верующей. В ее жизни появляется храм, православная община, джинсы меняются на длинные юбки, модная прическа на платок. Бойфренды уходят в прошлое, и барышня начинает мечтать о православном муже. Куча детей и простом женском счастье, о котором поется в глупой песенке. «Был бы милый рядом». Но милого, православного, суперблагочестивого, с бородкой и нежным взглядом все нет и нет. В церкви женщин всегда больше, чем мужчин. Идут годы, барышню уже давно за 30, а то и за 40, а его все нет. А рядом замужние, такие счастливые, многодетные, румяные и не очень ее ровесницы, и гораздо моложе. И мужчины в церкви давно все заняты, или хронические холостяки, которые смотреть не станут в сторону старой девы. Вот и остается в жизни нашей барышни единственный мужчина, батюшка. А батюшка, кстати, некрасив. И ряса на нем такая красива, и говорит он так красиво. И все, все в нем красиво. И даже если батюшка плешивый и гугнивый, то для представительницы Артемитки, сквоплемени, он будет красив, как Аполлон, и красноречив, как Цицерон. И тут наша барышня даже и не замечает, как влюбляется в него, такой чистой любовью. Нет, нет, о греховном она и думать не смеет, разве можно о батюшке такое думать? Но ей так хочется его видеть, и брать у него благословение, и ручку целовать, и вести длинные беседы спасения души об искушениях, с которыми наша барышня отважно борется, и подарки ему дарить по поводу и без повода, и так далее и тому подобное. Только не подумайте, что все одинокие религиозные женщины страдают этим душевным расстройством. Скорее, таких болящих меньшинство, но это меньшинство уж очень прилипчивое и надоедливое. Артемитки бывают и замужние. Просто дамочка недовольна семейной жизнью, вот и ищет утешение у батюшки. О такой Артемитке придется поведать сказки «Были», которые рассказала мне одна знакомая. Заголовок. Кризис среднего возраста. Жил-был один батюшка. Были у него матушка и шестеро детей. Служил этот батюшка где-то под Нижним Новгородом. Жили они, не тужили, пока однажды не получила матушка в наследство от бабушки трехкомнатные хоромы в Москве. Подумали они с батюшкой, решили переехать в Истольный город Москву. В Москве столько школ и гимназий, детям будет где учиться. Сказано, сделано. Батюшка отпросился у архиерея, собрал вещи, детей и переехал. В Москве батюшка пошел служить на приход десятым священником, пятым помогающим. Матушка тем временем устроила деток по разным школам, получила права, купила машину и давая детей возить с занятий на занятия. Так они жили, поживали и добра наживали, пока не грянул гром. Служил себе батюшка на своем приходе, не думал, не гадал, как напало на него одно тяжкое искушение. Повадилась к нему на исповедь дьяконша ходить, жена тамошнего дьякона, мать четверых детей. И вот придет к нему на исповедь и давая жаловаться на свою тяжкую жизнь, души изливать, да батюшки на утешение искать. Так, мол, и так, дескать, муж не любит, не голубит, дети балуются, не радуют, жизнь не жизнь, никакого спасу. Батюшка ее все утешал, а потом и сам ей жаловаться стал. Мол, у него то же самое, жена не любит, не голубит, слово ласково не вымолвит, все с детьми да по своим делам, а я вот один бедный да несчастный, дальше больше. Стал наш батюшка с дьяконши встречаться да на прогулки по городу ходить. То в парке погуляют, то в кафе посидят. Да так им хорошо друг другом, так легко, да столько интересных тем для обсуждения, радостно так, и вот ходят они, гуляют, словно молодость к ним вернулась. А когда они могут встретиться, так обязательно созваниваются, или смсками перекидываются, или по электронке переписываются. И вот дьяконша батюшка уже своим родным называет, и стихи ему пишет, мол, родной мой, солнечного дня тебе. Стал батюшка своей жене говорить, ты мне жизнь испортила, ни дня счастлива с тобою, а каянный не прожил, и зачем только на тебе женился, а вскоре заявил, что уходит от нее и будет жить отдельно. Решили они с дьяконши снять себе уголок, дабы сцвить там гнездышко, но тут дьяконша вроде опомнилась и решила до греха не доходить, а остаться со своим законным мужем. А другие говорят, что это батюшка греха обоялся и с дьяконшей жить не стал. А совсем уж злые языки поговаривают, что батюшка с дьяконшей вместе все же пожили, да разбежались. Чем все закончилось на самом деле, никто не знает, кроме Господа Бога. Но знаем одно, батюшка к жене так и не вернулся, из прихода своего ушел, так и живет один, а чем занимается, неизвестно. Говорят, что это с батюшкой случился кризис среднего возраста. Вот и в сказке конец, а кто слушал молодец. В церкви всегда много сумасшедших и людей с неустойчивой психикой или пограничными состояниями. И это естественно, так как изначально церковь предназначена для тех, кто нуждается в исцелении и успокоении. Поэтому больные и несчастные люди не должны смущать тех, кто считает себя более здоровым. Писательница Дина Рубина, бывшая наша соотечественница, живущая в Израиле, заметила, что в Иерусалиме много сумасшедших. Там много сумасшедших по той приезжей причине, что и в церкви. Иерусалим – святой город, поэтому и умалишенных там очень много. Знаете, почему врачи здоровому человеку пишут практически здоров? Потому что абсолютно здоровых людей не бывает. Заголовок. Как Попов изображает в фильмах? Если режиссер хочет показать работу врача, то он постарается максимально правильно применить медицинскую терминологию, и если он изображает следователя, то поинтересуется уголовным кодексом и не станет придумывать несуществующие статьи и путать термины, дабы не быть осмеянным и не создать низкопробную картину. Представляете, как будет в фильме выглядеть врач, ставящий пациенту капельницу вверх ногами? А как будет выглядеть милиционер с погонами полковника, по которому обращается товарищ сержант? Но если предрежиссером стоит задача изобразить священника, то почему-то режиссер считает, что подойти к этому можно сообразно с собственными представлениями, не утруждать себя излишними деталями. Поэтому в фильмах часто поют совсем не те молитвы. Например, на венчании заупокойные, актер, играющий священника, неправильно облачен, на пальце у него обручальное кольцо, а реплики он произносит таким голосом, как будто ему наступили на любимую мозоль, либо у него случилось обострение геморроя. Я до сих пор не видел ни одного художественного фильма, в котором священник был бы более или менее похож на настоящего. Конечно, в советское время их по заданию партии и правительства положено было изображать в карикатурном виде, но совершенно непонятно, почему это продолжается до сих пор. Привычка – дело стабильное. Например, известный сериал про милицию, эпизод, где оперативник встречается со священником. Первое, что бросается в глаза, это несуразно огромный крест на шее. Откуда они такое взяли? Такое впечатление, что со стены сняли и актеры на шее повесили. Второе – режет слух неестественная речь актера. И так во всех фильмах священники, похоже, наряженных попрошай из подземного перехода. А как они разговаривают? Лучше бы молчали. Почему-то считается, что священник в нормальной современной жизни употребляет в речи сплошные славянизмы? Как Иван Грозный из фильма Иван Васильевич меняет профессию, вроде «Ты пошто бояра не убидел» или «Покайся, дочь моя». Откуда такая дикая необразованность, понять невозможно. Заголовок. Поповский язык. Раз уж мы заговорили о славянизмах, то стоит развеять этот миф и рассказать, как же реально в жизни общаются батюшки. На каком языке они разговаривают? Прежде всего, на нормальном, самом обычном русском языке, если они русские, а не буряты. Конечно, язык священников лексически богаче и больше насыщен фразеологизмами. В их речи полностью отсутствует сквернословие, божба и чертыханье, которым так привыкло ухо современного человека. Если вы случайно в автобусе наступаете кому-то на ногу, извиняйтесь, то обычно слышите за спиной злобное шипение типа «Господи!» Для священника, да и для любого христианина немыслимо вот так запросто бросаться именем Бога. Существует своеобразный поповский сленг, в котором славянизмы употребляются в качестве сатиритических оборотов. Ведь в большинстве своем священники народ веселый, любящий пошутить, посмеяться, их хлебом не корми, дай поговорить да пообщаться. Планита в них такая. Друг с другом они любят поспорить на различные богословские, богослужебные темы, о сотворении мира, о православной педагогике, о борьбе с сектантами и так далее. Они очень любят встречи, посиделки с друзьями, их споры эмоциональны и красочны. Иногда увлекаются и могут поговорить часами, забывая обо всем на свете. Например, ждет жена мужа вечером дома. Час ждет, два, три, начинает волноваться, звонит в храм, спрашивает, давно ли ушел батюшка. Податый сторож сонно отвечает, давно, часа три назад. Матушку уже и в жар, и в холод бросает. Хорошо, сейчас мобильные телефоны есть у всех, даже у школьников. Звонит на мобильный, электронный голос отвечает, что абонент недоступен, попробуйте перезвонить позднее. Попадья уже посидеть готово, и в этот момент абонент является домой довольный и радостный. И с детской улыбкой с порога объявляет, что встретил старинного приятеля по семинарии или пришлось зайти в гости к прихожанам. А там разговор на три часа. Мобильный после службы выключить забыл. А сам позвонить и жене тоже забыл. Так был увлечен интересной беседой, что не заметил, как время пролетело. И это безо всякого злого умысла. И с таким восторгом, как будто жене не настолько интересно, что она в первом часу ночи просто мечтает послушать о его семинарском товарище или прихожанах. Еще один миф необходимо развеять. В народе, не без помощи художественной литературы и телевидения, сложился устойчивый стереотип, что священник это хмурый, чрезвычайно серьезный персонаж, вечно всех поучающий, который картинно возводит глаза к небу или смиренно разглядывает свои сапоги. Одним словом, через пять минут общения с таким типом начнется мучительная зевота, а через десять может стошнить от изобилия приторного благочестия, излитого на собеседника. В реальной жизни жеманства и манерности в священниках крайне мало. Как правило, это очень веселые, живые люди, которые просто счастливы в своем служении и как дети радуются всему, что по вере их посылаются им Господом, которые, конечно, имеют свои грехи, человеческие слабости, недостатки, но искренне верят в Бога и в то, что все неспослано им. Именно искренность и простота привлекают к ним многих и многих людей. Помните рекламу? Надо чаще встречаться. Так вот, чтобы понять этих людей и их служение, надо действительно чаще с ними встречаться. Заголовок. Немного об этикете. В православии существуют общепринятые нормы этикета, незнание которого может поставить человека в неловкое положение. Очень распространенная ошибка обращение к священнику Святой Отец. Человек, говорящий так, выглядит крайне невежественно и неприлично. В православии к священнику принято обращаться либо Отец, если известно имя, либо Батюшка. Общепринято среди православных христиан вместо простого спасибо говорить «Спаси Господи», вместо приятного аппетита ангела за трапезой, а отвечать невидимо предстоит. Когда приветствуют священника, вместо привычного «здрасти» говорят «благословите». С этими словами вместо рукопожатия берут у него благословение, особым образом складывая руки. Но если кого-то такой порядок сильно усмущает, то можно просто поздороваться, как с обычным человеком. Ничего в этом созорного нет. Главное не называть его «Святой Отец». Когда просят прощения, то отвечают «Бог простит» или более длинно «Бог простит и я прощаю». Но последнее принято говорить на прощенное воскресенье. Прощенное воскресенье бывает раз в году, перед первым днем Великого Поста, когда христиане стараются попросить прощения у всех своих близких, родных и всех, даже малознакомых. И даже если нет никакой обиды, все равно просят друг у друга прощения. Во время работы говорят «Бог в помощь», когда собирается в путь или на ответственное дело говорят «С Богом», а не привычное ни пуха ни пера. Если вы пожелаете верующему ни пуха ни пера, то не обижайтесь и не удивляйтесь, если он вам ничего не ответит. Черта хацета не принято. В монастырях и на приходах, когда стучат в дверь, то вместо разрешите войти произносят молитву, которую иногда для самых забывчивых вывешивают на дверь. Молитвами Святых Отец Наших Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас. На практике чаще произносят кратко молитвами Святых Отец Наших в ответ аминь вместо повойдите. Если вы попали в монастырь и не соблюли сего правила, вам попали в просаг. Некоторые слова, на первый взгляд, совершенно безобидные и привычные, тоже не принято употреблять. Например, обожаю. Обожать ничего, никого нельзя, так, как это значит обожествляю. Обожествлять предметы или живых существ означает сотворить себе кумира или бога, даже если вы применили это слово, совершенно не думая о кумирах или богах. Называть кого-либо своим кумиром тоже не положено. Или слово прелесть, как мы к нему привыкли, только и слышим, ах, какая прелесть. Оказывается, это слово тоже в запретных списках. У него корень лесть, прелещение. Эти слова имеют уже резко отрицательное значение. Более того, в православной терминологии словом прелесть обозначается состояние тяжелого духовного недуга, который выражается в экзальтированности и истеричности. Заключение. В нашей книге мы сознательно не затрагивали различные аномальные явления, которые иногда встречаются в церковной жизни. Главной задачей была попытка описать жизнь самых обычных среднестатических священников, их традиций, ценностей, жизненных принципов, тех священников, которые искренне несут свое служение, отдавая всей силы и всю жизнь церкви и Богу. Аномалии и извращения, конечно, есть, как и в любом человеческом сообществе, где есть люди из плоти и крови, со своими страстями, болезнями, слабостями и корыстными стремлениями. Это и пьянство некоторых священнослужителей, и сребролюбие, и безнравственное поведение. Эти больные вопросы дискредитируют церковь в глазах простых людей, так как усиленно обсуждаются и смакуются в различных СМИ, бесстыдно преувеличиваются и обрастают крамольными подробностями. Однако священство является одним из самых благочестивых сословий России. Большинство священников без пиара и помпы искренне по совести исполняют свое служение Богу и людям. Они всегда были и будут оставаться чужими в нашем мире. К ним всегда было и будет настороженное отношение, их никогда не понимали и не будут понимать. Их главная мечта и цель жизни стать гражданами неба. Они не имеют Отечества здесь, на земле. Они другие, хоть и состоят из той же крови плоти. что и все люди. Они не хотят меняться и подстраиваться под веяние времени, сколько бы их об этом не просили. Они живут так, словно находятся вне времени. Их сложно понять, их надо принимать такими, какие они есть. В одной из своих работ святой Иоанн Златоуст сказал, что Бог поставил священников из людей, а не из ангелов, чтобы они, имея собственные немощи, снисходили к немощам человеческим. Хочется подчеркнуть самое главное в этом повествовании. Удивительно то, что священники в большинстве со своем не только не жалуются на многочисленные проблемы, но ежедневно благодарят Господа за то, что есть. Они рады и счастливы, так как им зачастую не нужно земных удовольствий, почитаний и почестей. Они готовы отказаться от комфорта и людского уважения. Они рады тому, что могут служить Богу и исполнять заповеди, ежедневно неся свой крест. По словам Господа, даря этим самым любовь другим, неся свет и радость. Истинные пасторы готовятся к испытаниям и радуются им. Они знают, что если Господь попущает им неустройства и проблемы, болезни и горе, то это только для того, чтобы укрепить веру и смирить дух. Вот во что они верят и на что уповают. Конец.